Разбег, толчок, сальто и приземление. Для ребят из отделения прыжков на батуте спортивной школы КР ощущение свободного полета часть жизни. Тренируются 6 дней в неделю, по несколько часов оттачивая мастерство вращений и пируэтов. Иначе никак. Конкуренция в этом виде спорта не шуточная. На чемпионате и первенстве ПФО в Тольятти за медали боролись более 250 спортсменов из Поволжья, в том числе 11 саровчан. Сражаться пришлось не только с соперниками, но и с собственным страхом. Мандраж появился у них, они чувствуются уже, стоят аж ноги, трясутся. Ну, побаиваются. Ну, целый год мы не выступали. Вот как в марте приехали мы, вот с Россией, вот только вот первый раз выехали. Совладать с волнением ребятам помог опыт. Не будем забывать, что мы говорим об окружных соревнованиях, а туда идут только закаленные бойцы. Как, например, Максим Синицкий. К 10 годам он успел заслужить взрослый разряд и не раз защищал честь родного города. На соревнованиях в Тольятти мальчик завоевал бронзу, чуть-чуть уступив сопернику в коэффициенте. Трудностей не хватило. Так, оценки хорошие, но трудностей не хватило. Надо бы посложнее делать. Ну, здесь выбираешь. Или сложнее можно упасть, или немножко облегчить, но сделать. Если бы я посложнее поставил, он, может, бы и упал. Ну, рисковать можно было бы. Ну, не стал я рисковать, ослабил чуть-чуть. Еще одна воспитанница Икара Тамара Давыдова в одном шаге от спортивного Олимпа. Впереди последнее заветное звание мастер спорта. Статус обязывает. И на первенство в Тольятти девушка ехала только за победой. Хороший прыжок, приличная сложность, четкое приземление. И вот она, золотая медаль. Сперницы, да, были сильные. Но я тоже много готовилась. Собиралась перед выступлением, и поэтому прыгнула хорошо. Еще один саровчанин Егор Славин в командном чемпионате завоевал серебро. Усердно трудиться и не терять веру в свои силы ребятам из отделения прыжков на батуте помогает пример многократного чемпиона мира Михаила Заломина, который тоже начинал свой путь к будущей Славе здесь, в спортивной школе Икар. Приезжая в город, Михаил всегда заглядывает в зал акробатики, чтобы показать ребятам мастер-класс, поделиться опытом и помочь преодолеть трудности. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Кирилл Новикевич. Служба новостей, Саров, 24.